Что нужно сделать? Ну, сначала сравнение представляется в виде конкретных действий, то есть последовательных шагов, которые мы раскладываем в цепочку следующих друг за другом действий. Вот здесь вы видите алгоритм выполнения таких действий. Ну, естественно, все это происходит на каком-то примере. Затем мы разрабатываем приемы, которые позволяют нам с одной стороны упражняться в выполнении этих действий, а с другой стороны, учитывая последовательность их, обеспечить осознание того, что конкретно и для чего делается. Вот некоторые говорят, ну, зачем ему надо знать, что такое вот умение, например, классифицировать, да? Пускай делает это и все. Нет, мне кажется, что ученик будет это делать осознанно, да? Тогда он будет, то есть это будет более эффективно. И для начала мы должны познакомить учащихся с операцией сравнения. То есть что это за операция? Что они сталкиваются с ней, повседневные жители везде, да? Привезти какие-то примеры. Затем в практической психологии есть очень много таких игр, например, сходства различные. Дайте два каких-то понятия, два предприятия, молоко и вода. И на этих примерах, используя вот это вот алгоритм, да? Попробовать с ними провести эту операцию сравнения. Ну, выигрывает, естественно, тот, кто больше как бы назовет оснований для сравнения, да? И, естественно, проведет вот эту операцию сравнения. Затем, сложно также было как-то диагностировать это умение. То есть мы же должны узнать, сформировано это умение или нет. Поначалу пользовались такими, как можно узнать, сформировано это умение или нет. То есть он может владеть, а может не владеть, да? Вот между ними нет ничего, да? Но умение сравнение можно разбить на следующее микроумение. Вот. И затем ученик должен выполнить какое-то задание. Для этого мы разработали мультимедийную тетрадь, где воспитанник может как самостоятельно попробовать совершать эти операции, так и от руководства учителя. Ведь диагностику можно проводить двумя способами. Либо по результату, либо наблюдать за самим процессом. Если по результату это, ну как, менее эффективно, но зато оперативно можно сделать. Вот смотрите, вот здесь есть такая методическая имплементация для учителя, да? То есть каким образом можно построить занятия, да? Из каких микроумений состоят некоторые мыслительные процессы. И для учителя, где он может конкретно упражняться в этом умении, например, сравнение. Здесь есть алгоритм, есть пример и есть задание. Задание, структура таких мнений должна будет двумяять следующим образом. То есть задания должны быть различной степени сложности, да? Для более простых и усложненных. Задания должны быть такими, что они должны быть пассивны для учащихся, но в то же время заставлять их подумать над ними. Вот наши ученики с удовольствием выполняют эти задания, потому что задания довольно-таки несложные. И с помощью этих заданий у них развивается самооценка. То есть я выполнил такое упражнение, оно по физике. То есть я его делаю, значит, я чему-то понимаю. Значит, я уже не тупой и глупой. Значит, я могу считать себя умным и смыслом. Ну, и здесь вот я хочу показать. Эта тетрадочка делается на основе конструктора школьных сайтов. Ну, вот я сейчас нажму просто «Ответы». То есть здесь каждое микроумение вполне конкретно с задачей. Ну, здесь может быть несколько ответов. И здесь мы уже видим, то есть какое микроумение не сформировано, какое не сформировано. Конечно, это можно для того, чтобы быстренько провести диагностику. А по процессу диагностика производится. То есть здесь под контролем учителя, да, учитель смотрит, что, может быть, ученик не умеет выполнять операцию, может, потому что он не знает сущность, суть этого явления, да. И, естественно, это можно увидеть тоже только в беседе с учеником. Ну, и учащийся в обученности своем не любит физику, не поймает ее. Но самое важное, что на таких уроках, где он ничего не знает, не понимает, он не может ощущать себя полноценным человеком, пока не начнет думать и понимать. Поэтому обеспечение понимания связано, прежде всего, даже не с качественным освоением с вами знамя, хотя это тоже очень важная задача, а, наверное, с тем, что сам человек начинает от себя думать. Считает он себя умелым смышленым, либо считает себя другим и другом. Что мы хотим от ученика? Научить его преодолевать эти барьеры, или, наоборот, сдвигать барьеры между ним и учеником, между ним и физикой, например. Если преодолевать и уметь понимать, то это один из способов преодоления непонимания как физики, так и других предметов. А самое главное, что это имеет отношение к первоспитанию, к его и не социализации. Главное, что мы научим его того, что для того, чтобы преодолевать, не всегда и не все средства хороши. И в каждом случае можно подобрать такое средство, которое адекватно ситуации. И тем самым мы имеем шанс научить его жизнь по-другому. Я хочу с гордостью сказать о том, что наши ученики наравне с учениками из городских школ участвуют также в городских мероприятиях, в фестивалях, в конкурсах. В научно-практических конференциях, где даже занимают назовение старых. В заключение мне хотелось бы сказать. Учителя, обратите внимание на тех пацанов, которые сидят на дальних парках. Просто приглашайте с ними. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Так, а как раз у меня есть, я имею в виду? Два. Первый. Четыре часа на ступеньку. На ступеньку будут фотографированы. Поэтому, кто хочет забудеть для себя и с анафонией, и с анафонией, и с анафонией, и с анафонией может пойти туда. Ну и также не забудьте корпус, в котором будет и обсуждение, и совершение работы. Но я понимаю, что мы с вами работали с Анафонией. Поэтому все, кто будет у кого-нибудь спросить, пожалуйста, мальчик, спасибо. 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 Спасибо.